В понедельник на аппаратном совещании глава региона Сергей Морозов дал старт тематической недели, посвященной нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Частью программы является федеральный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Суть его заключается в том, что федеральная поддержка будет оказываться по трем направлениям. Грантовая поддержка крестьянских фермерских хозяйств, субсидии на создание развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также субсидии на поддержку центров компетенции в сфере сельхозкооперации. Задачу, которую ставит сегодня президент России и губернатор Ульяновской области, создать благоприятные условия для развития малых форм хозяйственных населения через различные инструменты. В Ульяновской области работа в этом направлении велась с 2010 года в рамках областной целевой программы. В 2016 году был принят закон о кооперации, нацеленной на поддержку малых форм хозяйственных населения через развитие сельхозкооперации. В 2019 году нацпроект расширил возможности поддержки начинающих фермеров и образовавшихся кооперативов. Сегодня федеральные областные деньги выделяют на составление проектно-сметной документации, покупку сельхозтехники, животных и многое другое. Цифры внушительные. Только в этом году из федерального бюджета будет выделено 78,5 миллионов рублей и почти 6 миллионов из областного. Если взять федеральный уровень, то задача, которую поставил президент России, это не менее 126 тысяч сельских граждан, то есть именно вот столько должно возникнуть или образоваться вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по России. У нас в Ульяновской области эта цифра на всю реализацию проекта это 1636 единиц. То есть я пояснила, что имеется в виду до этой фермеры, кооперативы и личные подсобные хозяйства. Главная задача федерального проекта сократить отток населения сельской местности. Заинтересованному человеку через различные инструменты помогают создать личное подсобное хозяйство. Далее крепкие ЛПХ стимулируют регистрироваться в фермерские хозяйства, а уже тех призывают объединяться в кооперативы. Полное информационное сопровождение оказывает центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В целом поднимается, увеличивается производство именно в районе, следовательно и в области, следовательно все от этого только выиграют. И не только фермеры, но и районная власть и, естественно, областная. То есть это дополнительное начисление налогов, дополнительные рабочие места, выплаты НДФЛ и так далее. Еще рано говорить о результатах, но первые итоги можно подвести уже сегодня. Только за первый квартал 2019 года 244 предпринимателя вовлечены в агропромышленную сферу, а 162 человека принято в кооперативы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ.